День с толком Отчетное звание. Что изменится? Стиляга из Красноярска. В Барнаульском зоопарке появился новый житель Зебра Василий. Начинаем с главных спортивных новостей на сегодняшний день. В Барнауле на Гребном канале продолжается второй этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Вчера зрители могли увидеть 29 заездов, а сегодня все ждали официальное открытие турнира. На нем побывал и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. День второй. Сегодня погода теплее, чем вчера. Это радует первое тому доказательство. Это болельщики на трибунах. Сегодня их собралось еще больше. Все хотят видеть шоу и зрелищ. Но что касается первого дня соревнований, то для сборной России он был успешен. Все трое российских гребцов вышли в финал олимпийской квалификации. Это Наталья Подольская в Байдарке и одиночке на дистанции 200 метров. Светлана Черняговская также на дистанции 500 метров вышла в финал. И Илья Штакало вышел в финал с третьего места на дистанции 1000 метров. Ну а прямо сейчас я вам предлагаю окунуться в официальную церемонию открытия второго этапа Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Хочу, конечно же, выразить признательность гостеприимному Барнаулу, Алтайскому краю, всем волонтерам, всем жителям за тот уровень организации чемпионата, за прекрасный спортивный объект, который будет после чемпионата, после Кубка мира служить интересам жителей и станет очень важным рекреационным центром. Барнаул принимает сегодня эти очень серьезные и важные соревнования и для нас это большая честь и ответственность. Мы усердно готовились к сегодняшним стартам и уверен, они пройдут на самом высоком уровне. Здравствуйте, Барнаул! Здравствуйте, Россия! То, что Международная федерация Каной решила три года назад дать право проведения Кубка мира 2021 Барнаула было нашим лучшим решением. Более 300 спортсменов из 57 стран под впечатлением от гостеприимства, которое им оказал Барнаул, а также от всех условий на площадке проведения соревнований. Несмотря на рабочий день, трибуны были заполнены и Барнаул по-настоящему стал мировым центром гребли на байдарках и каное. Сегодня мы наблюдаем, как соревнуются и побеждают лучшие гребцы планеты. И это сильное впечатление. Как показывает практика, вот создание таких объектов и проведение таких соревнований Кубков мира, чемпионатов, олимпийских игр всегда приводит к развитию спорта, спортивной инфраструктуры и спортивного сообщества. И я верю в то, что и у нас в Сибири со временем гребля на байдарках и каное станет для многих любимым видом спорта. Одно из самых важных составляющих на любом спортивном мероприятии, это, конечно, здоровье спортсменов и медицина. Татьяна, расскажите, как взаимодействуете с нашими спортсменами, гребцами, как работает медицина на этом этапе? Добрый день. Мы за долгое время готовились к этому мероприятию, мы уделили очень много внимания этой теме, мы проводили семинары, мы проводили тренировки, мы проводили ежедневные оргкомитеты, в связи с чем выстроилась определенная, так скажем, схема работы нашей на гребном канале. Первая это станция скорой медицинской помощи, то есть вы можете видеть реанимобиль наш, вот стоит, города Барнаула. У нас в зоне спортивного сектора находятся два автомобиля скорой помощи и в зоне спортивного сектора, где непосредственно палатки спортсменов, тоже находится автомобиль скорой медицинской помощи. После яркого открытия все стали лицезреть заезды гребцов. Зрители теперь ждет два дня эмоциональной борьбы, в которые, мы надеемся, победит наша сборная. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Добавлю, что выступающая на байдарке Наталья Подольская первой из российских гребцов вышла на старт финальных заездов в олимпийской квалификации «Токио-2020». В упорной борьбе, опередив спортсменок Словакии и Канады, она завоевала для России лицензию в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Тем самым Россия едет на Олимпийские игры в Токио. Тем временем Владимир Путин официально присвоил Барнаулу звание города трудовой доблести. Голосование за этот статус проходило еще год назад. Тогда Барнаул оказался в двадцатке претендентов. Идею присвоения звания президент выдвинул в честь 75-го юбилея победы в Великой Отечественной войне. Основными критериями отбора для городов стали государственные награды и факты трудового героизма. Напомню, в Барнаул эвакуировали почти полтора десятка заводов со всей страны. Здесь делали патроны, шили военную форму и лечили сотни тысяч раненых. Идею о городе трудовой доблести поддержали почти 200 тысяч горожан. Теперь в честь этого события в Барнауле появится стелла. А салюты будут проводить не только 9-го, но и 1-го мая. Во всяком случае, так рекомендовано делать всем городам трудовой доблести. В Алтайском крае начали получать первые ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. По новым правилам критерии ужесточили. Но вместе с тем они стали более справедливыми. Именно так считают в Министерстве соцзащиты региона. Что теперь нужно учитывать и кому чаще всего отказывают. Расскажем далее. Самое маленькое счастье этой семьи Ольга держит на руках. Даши 3 месяца и родилась она в первой собственной квартире мамы и папы. Кроме Даши в семье растут Ева, Маргарита и Анна. Она сейчас дает пробный экзамен. И теперь почти у каждой принцессы своя комната. В 2020-м семья оформила ипотеку с господдержкой. Добавили маткапитал, губернаторский сертификат и сократили кредит на жилье сразу на 14 лет. А в январе переехали. У меня ребенок учил по ночам уроки. Вот вы не поверите. Я говорю, ложись спать, дочь. Она говорит, мам, я не могу, я хочу успокоить. Они же не дают. Или мы уходим гулять. Она старается в это время делать уроки. Гуляем же постоянно по 2-3 часа. После двухкомнатной хручевки младшие тоже заметили разницу. Бегать, потому что зал, конечно, был большой, но диван был еще больший. И мы могли подскоткнуться от дивана. И на этом полоса удачи не закончилась. В апреле Ольга подала заявку на получение выплат детям от 3 до 7 лет. Я рассматривалась в пределах месяца. Просили позвонить. Я не звонила. То есть, узнать. То есть, говорили там, что уже все. Нужно позвонить. Просто на госуслуги это попозже приходит. Ну нет. Мне пришла смс, что у меня одобрение на двух ребятишек 100%. А это больше 10 тысяч рублей. Все деньги семья вкладывает в ремонт новой квартиры. Подавать заявку вновь стали после 1 апреля, когда изменились критерии для получения этих выплат. Условия стали сложнее, но справедливее, считает в Минсоцзащите. Наиболее частая причина отказов – это порядка 36%. Это то, что оба трудоспособных родителя не имеют трудовых доходов. То есть, они не работают. Вторая причина отказа – это порядка 25%. Это превышение трудового дохода, превышение дохода допустимого, среднедушевого, то есть одного прожиточного минимума. Ну и есть еще в качестве причины, которая была серьезной проблемой в прошлом году – это отсутствие совместного проживания заявителя с детьми. В Алтайском крае эту выплату сейчас получает больше 15 тысяч семей. Однако это лишь начало, уверены в министерстве. Заявка обрабатывается месяц, так что окончательные цифры планируют озвучить в августе. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Спортивная одежда вместо формы с погонами. Молодая сотрудница Управления Федеральной службы исполнения наказания покорила мир парапланиризма. Завоевала золото чемпионата Сибири в полетах на точность. Накануне наша съемочная группа смогла пообщаться со смелой и отважной спортсменкой. Подробностью Валентина Аскервой. Управляет парапланом лейтенант, сотрудница Федеральной службы исполнения наказания Анна Радченко. 20 из 34 лет девушка посвятила небо. И даже рождение ребенка не выбило ее из строя. Декрет, естественно. Ну и казалось, что я стала мамой, что все, мне надо успокоиться, степениться. Но ребенок подрос, и я поняла, что я не могу без неба. Вернулась и даже завоевала золото чемпионата Сибири по полетам на точность. Останавливаться на достигнутом девушке не собирается. Покорять небо будет и дальше, хотя полеты порой бывают более, чем экстремальные. Бывает, что погода такая вот по весне, что не ожидаешь, например, залетаешь, там восходящий поток идет, какой-нибудь пузырь вот этого ходишь, он резко тебя раз выкидывает, потом обратно. И вот этот момент, конечно, екает. После победного выступления Анна совместно с народной дружиной едет в рейд проверять жителей города, которые в свое время нарушили закон. Ну, вообще, справку хотя бы, как закончил, то есть учебный год, в рейдинге. Я даже не знаю, кого там попросить. Может, это приемный, там где-то подойти. Домашний арест условно наказание и те, кому суд отсрочил наказание до исполнения ребенка 14 лет. Таких людей Анна навещает по нескольку раз в неделю. Все настолько разные, то есть каждому надо найти, наверное, свой подход. Вот, с кем-то, не знаю, там, ласково поговорить, с кем-то, наоборот, построжиться, чтобы они это не припугнуть, там, что, ну, лишением свободы, например, да, если не будет исправляться. Проводит профбеседы, помогает трудоустроиться, оформит социальную помощь. Таковы рабочие будни Анны. Ну, а в любое свободное время девушка мчится на тренировку. Оттачивает мастерство полета, чтобы покорять новые высоты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В эту субботу Барнаул встречает «Музейную ночь». Ежегодная всероссийская акция, которой уже 15 лет. Ради нее перекроют несколько улиц. С 10 вечера до 2 часов ночи запретят движение транспорта по Льва Толстого от проспекта Ленина до Максима Горького и по улице Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического. Кстати, в этот день поменяется график работы не только у музеев, но и у ряда общественного транспорта. Он будет ходить до завершения «Музейной ночи». Подробнее о расписании можно узнать в интернете. Ну, а наш следующий сюжет о политехническом вузе, который тоже организовал несколько площадок. Голограммы, химические опыты и даже мастер-класс по арабской письменности. Все это ждет посетителей Политехнического университета в предстоящую «Музейную ночь». Уже не первый раз вуз поддерживает всероссийскую акцию. Директор музея Николай Ростов рассказывает, что в этом году политех взял курс не только на взрослую, но и на детскую аудиторию. С учетом того, что в минувшем году «Музейной ночи», к сожалению, не было, то к этому году мы готовились, я бы сказал, все, кто участвует, а у нас участвует очень много факультетов, лабораторий, готовились, я бы сказал, сосудом, рвением, отношением, желанием, желанием порадовать. Я бы сказал, в первую очередь порадовать ребятишек, детей разных возрастов. На самом деле, через пару недель, даже меньше лета, начнется... Радиола 40-х годов выпуска. В рабочем состоянии. Каждый посетитель сможет ее включить. Диафильмы на старой пленке, минералы и горные породы со всех уголков мира. Химические эксперименты. В этом году политех подготовил более десятка научных интерактивных программ. Задействован почти каждый факультет вуза. Наш факультет довозовской подготовки организует очень интересные физические эксперименты. Здесь, в холле, очень интересно, да? Там есть жидкий азот, есть очень много... Там же не просто, знаете, это же не просто, как вот в театре показывают вам. А там рассказывают и одновременно поддерживают связь с аудиторией. Задают вопросы, мальчишки, где там девочка отвечает. Это очень интересно. Уже по традиции военно-учебный центр технического вуза покажет учебные боевые машины. Покататься на легендарном Т-72, конечно, не выйдет. Но попасть в кабину танкиста в эту ночь сможет каждый с 7 часов вечера до 11 ночи. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнаул приедет поезд Победы. 24 мая в понедельник Краевая столица будет встречать эшелон из 17 темнотических вагонов. В них представят интерактивную экспозицию о различных событиях Великой Отечественной войны. На площади Победы в районе железнодорожного вокзала жители города увидят образцы военной техники и вооружения. Например, танк Т-90М. Самоходную артиллерийскую установку «Коалиция», бронеавтомобиль «Тайфун» и не только. Это день победы! День победы! Бородом пропал! Это праздник! Синелою на резках! Поезд Победы отправился с Киевского вокзала Москвы еще 25 апреля. За 64 дня он посетит почти все крупные города России, преодолев более 33 тысяч километров. Конечной точкой маршрута станет Владивосток, напомним, еще раз в Барнауле. Состав появится 24 мая около 10 утра. Более ста спортсменов из разных регионов и даже стран встретились на турнире памяти Рафи Израиляна. Как и сам полицейский, все они занимаются греко-римской борьбой. Израилян погиб 6 лет назад и теперь каждый год в Барнауле проводят соревнования в его честь. На чемпионате побывал Артем Гусильников. Историю борца и капитана полиции Рафи Израиляна, погибшего в погоне за нарушителем, знают спортсмены России и Казахстана. Сегодня они собрались, чтобы уже в пятый раз с момента гибели Израиляна почтить его память участием в турнире по греко-римской борьбе. Конечно, очень тяжелая история, трагичная, но, как сказали уже, человек жив, пока о нем помним, пока собирается столько людей, чтобы почтить память, отдать дань уважения родителям, близким. Участие в соревнованиях приняли более ста борцов в разных весовых категориях, от легковесов до тяжеловесов. Спортсмены признаются, борец должен уметь не только выступать в схватке на ковре, но и преуспевать в базовых видах спорта, ведь именно так закаляется дух. Нурсултан Турсынов представлял на чемпионате Казахстан. Турнир стал для него возможностью проверить свою форму перед Олимпийскими играми в Токио. В первой же схватке Нурсултан победил досрочно. В Барнауле он выступает уже не в первый раз и говорит, соревнования всегда проходят на высоком уровне. Алтайская игра издавна славится своей школой борьбы, своими борцами. Все борцы очень хорошие. Скажу, что слабые, нет ни слабых. Все очень подготовлены, все хорошие, сильные. Поддержать алтайских спортсменов и почтить память Рафи Исраиляна можно будет и завтра. Схватки второго дня соревнований также пройдут в училище Олимпийского резерва на Тимуровской. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд прогноз погоды. А с вами я прощаюсь. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напомню, телефон нашей редакции 205-545. А мы ждем ваших звонков. До встречи.